Погнали, пока посмотрим видос про экспериментальное оборудование. Внедрение нового оборудования в World of Tanks неизменно затрагивает и геймплей игры. Что-то может меняться незначительно, как в случае с усовершенствованным и трофейным оборудованием. А что-то может кардинально изменить устоявшиеся годами принципы и шаблоны. Пример, как было с оборудованием 2.0. Теперь в рядах новинок пополнение. Встречайте экспериментальное оборудование с расширенными возможностями для гибкой настройки техники. При установке оборудования... Работяги до сих пор не могут в этих разобраться, они им еще экспериментальную суют. ...вам приходится выбирать усиленные приводы наводки или стабилизатор, турбонагнетатель или улучшенные механизмы поворота, улучшенная закалка или измененная компоновка. В некоторых случаях вполне очевидно, что выберет большинство, но разве не лучше иметь все и сразу? Не понял, блин, а кто это выбирает у нас УМП вместо турбины? Покажи мне лицо. Лучше иметь все и сразу. Три новинки из числа экспериментального оборудования дают игрокам такую возможность. При их установке... А я же на тесте играл, я это все чекал. Короче, пацаны, глобально ничего не меняется, не очкуйтесь. Вы получаете сразу несколько бонусов, которые делятся на основной и дополнительный. Для понимания, сейчас все оборудование в игре имеет эксклюзивные бонусы, которые и определяют его специфику. Тут же бонусы более разнообразные. Основной бонус может быть от любого оборудования в игре. Если у этого оборудования, например, улучшенной закалки, есть эффект, то экспериментальное также унаследует его. При этом установить обычное оборудование в соседний слот, если его бонус совпадает с основным бонусом экспериментального, нельзя. Аналогично это работает с системой управления огнем и с системой повышенной мобильности. Дополнительные бонусы могут сочетать в себе сразу несколько характеристик от разного оборудования. И их можно усилить установкой однотипного оборудования в соседний слот. Однако это возможно только если основной и дополнительный бонус не являются частью одного оборудования. Например, у системы повышенной мобильности в дополнительных бонусах есть несколько от турбонагнетателя. Но так как и основной бонус идет от него, то установка турбонагнетателя в соседний слот невозможна. Другая часть дополнительных бонусов дается улучшенными механизмами поворота. И поэтому у вас есть возможность установить данное оборудование в соседний слот для усиления этих бонусов. Да, в некоторых случаях это может быть не совсем рационально, но иметь такую возможность будет не лишним. Рассмотрим для примера сборку, где установка обычного оборудования для усиления экспериментального более чем оправдана. На одну машину устанавливаем систему повышенной мобильности, усиливаем ее улучшенными механизмами поворота и в последний слот ставим оборудование по вкусу. На вторую машину устанавливаем обычное оборудование с аналогичными характеристиками. Как мы видим, обе машины схожи по подвижности. Но при этом у первой еще есть свободный слот, который можно использовать, чтобы добавить ДПМа, стабилизации или выживаемости. У второй же нет такой возможности. А значит при желании улучшить другие характеристики придется чем-то жертвовать. Поэтому перед установкой экспериментального оборудования на танк перейдите в сравнение и попробуйте разные комбинации с обычным оборудованием. Так вы сможете найти наиболее эффективные сборки для всех типов машин. Также учитывайте, что эффект и часть бонусов от знакомого оборудования не переносятся в дополнительные бонусы экспериментального. Например, комплекс улучшения выживаемости не унаследовал некоторые бонусы от измененной компоновки, а также ее эффект, который спасает от превратности рандома. И подобный принцип применим ко всему экспериментальному оборудованию. Что касается категорий, то у экспериментального их нет. Поэтому не важно в каком слоте оно установлено. Но в то же время его можно наладить... Не важно, но до льва вся тебя точно будет спамить. Барик, перетащи, вылучшенный, блядь. Барик, перетращи, перетащи, блядь. Как трофейную оборудку. Барик, почему она у тебя не в слоте? И сделать более сильным. Сам принцип модернизации похож на трофейное оборудование. Только у экспериментального целых три уровня наладки. Первый уровень – это самое начало. В таком виде вы получаете свое первое оборудование с характеристиками, приближенными к штатному. Второй уровень улучшает эти показатели и делает оборудование еще комфортнее. А вот третий уровень, по совокупности характеристик, будет являться отличной альтернативой усовершенствованному оборудованию. Для повышения уровня вам будут необходимы компоненты. Эту игровую сущность можно будет получить при разборке экспериментального оборудования. И за участие в событиях. Стоит отметить, что количество необходимых компонентов будет разным в зависимости от уровня. Так, для перехода с первого на второй потребуется меньше компонентов, чем со второго на третий. При этом важно учитывать, что установка и демонтаж экспериментального оборудования также имеют свои особенности. В отличие от штатного оборудования, экспериментальные не делятся на классы. Один экземпляр одинаково можно установить как на танк пятого уровня, так и на танк десятого. О, круто. Но при этом экспериментальные имеют те же ограничения при установке, что и штатные. И может быть несовместимо с некоторыми машинами. К примеру, на ПТ-САУ и артиллерию нельзя установить систему управления огнем. Даже на этих типах техники отсутствует возможность установки стабилизатора. Демонтаж же экспериментального оборудования от обычного отличается лишь стоимостью. Первый уровень, как и обычное оборудование, демонтируется за демонтажные наборы или золото. Второй и третий уровни демонтируются уже за компонент. Поэтому установка такого оборудования требует более тщательной подготовки и осмысления его необходимости на танке. Получить экспериментальное оборудование вы сможете за участие в игровых событиях и мероприятиях. Чтобы узнать, в каких именно, следите за новостями на портале. Экспериментальное оборудование — это новый взгляд на возможности вашей машины. Можно установить все и чуть-чуть сверху, довести ваш танк до предела его возможностей и при этом не чувствовать сомнений при выборе. А главное — более тонко настроить свою машину под себя. Удачного тюнинга, танкисты! У меня вопрос. Усиленные приводы вообще на каком-то танке еще в игре останутся вообще. Ну, они где-то просто оборудка мертвая будет. И больше ее никто не поставит. Все будут вьюзать эту тему. Очевидно, что выберет... Где-то оно там распределяется, это все. Короче, смотрите, по факту. ХПшечку будут вьюзать обязательно. С компоновочкой на нескольких танках. Турбина УМП. А нах, это УМП нужно кому вообще? Вот. Вы на каких танках юзаете УМП? На каких-то юзаете? Супер редко юзаете. Стап плюс сведение. Ну, в принципе, это можно понять. Это можно понять, стап плюс сведение. В принципе, это можно понять. Это прикольная тема. Думаю, вот это... Смотрите. Вот это... Плюс вот это будет юзаться. То есть вот это плюс вот это. Вот это центральное будет, нах... Неуж repertoire из УМП. Все будут ставить простой турбо Который будет давать больше этого профита Ну я имею ввиду боновый турбо Я буду боновый всегда ставить на мне этот УМП Вот это можно поставить Вот это можно поставить Хотя Сори Ну нет, а зачем? Если есть турбина, подожди Так, давайте все по очереди еще раз Закалка плюс компоновка Это норм тема будет вязаться на большом количестве техники Турбина плюс УМП Я считаю, что вот эта бесполезная тема Она будет очень редко где вязаться, турбина будет Будет юзаться, да, боновая чисто Вот эта компоновка, ну то есть вот эта сборка не будут юзать Вертикалка плюс приводы Учитывая то, что у нас сейчас очень много танков катаются У нас просто с досолом С ХП и турбиной То есть Я думаю то, что глобально вот эта сборка Тоже не будет супер популярной Но вот это будут брать, это будут брать Это будет реально хорошей темкой То есть у тебя есть закалочка, у тебя и компоновочка У тебя быстрее ремонтируется, у тебя модули не так ретуются Закалка просто будет популярна Супер, вот в этом уверен 100% Вот А насчет вот этих двух сборок сомнительно Потому что я считаю то, что стабилизатор вместе с С видением не актуальный Но это если брать на железо, да? Это на железо не актуально В принципе Ну на некоторое железо будет актуально Но глобально нет Потому что на железе в основном катают турбина ХП, Досол А на ст, вот на ст можно покатать Но на ст условно на леопарде зачем, если у тебя так точность хорошая Там турбину все равно тыкать придется А на ком можно вот это применить условно? На какой-то ст, которая долго сводится На ушки какой-то, к примеру, да? Стабилизация плюс сведение Ну на ст же как верхняя Короче, верхняя актуальна для ст, нижняя актуальна для тт Хотя и это тоже можно Ну не знаю Я думаю, что это глобально ничего не поменяет Мне вообще не нравится В плане вот эту нижнюю я буду юзать везде Верхняя и центральная такое 50 на 50 Центральная хуйня Верхняя будет юзаться На каких танках? Хрен его знает Я на леопарде все равно буду играть там условно Ну на леопарде можно, да На стб вот эту брать Ну на стб, да, вот эту брать Так, леопард, стб классно подойдет Твп, ну тоже подойдет На твп с умп катают Типа вот это будет на твп брать Ну твп исключение Короче, в общем, конечно, оно добавит некоторым танкам Но глобально оно никак не повлияет на геймплей И чего-то нового, там, грандиозного Невероятно жесткого Оно не добавит в нашу игру Пошли в финал трех отметок делать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!